Всем доброе время суток! Давно я не выкладывала видео, мы сегодня только вернулись из поездки на природу. У меня целая гора материала из этой поездки, буду выкладывать понемногу. Ездили мы с девчонками втроем, папа наш как всегда на работе. Ездили мы в сторону Пенчанга, там где будут проходить Олимпийские игры. В тех краях, ну и спокон веков, находится большинство горнолыжных курортов, и мы ездили кататься на санках. Также мы проехали до побережья, завтракали у моря, посещали рыбный рынок. Все это будет в следующих выпусках. Не пропустите! Начну же по выставанию с дороги, точнее с дорожной инфраструктуры в Корее. Это одна из моих любимых тем, так как я обожаю водить машину, особенно на длительные расстояния, особенно в Корее. Сейчас обосную почему. Возможно, благодаря тому, что корейский народ невероятно мобилен. Для них с полпина просто поехать пообедать или поужинать в какой-то другой город за несколько сотен километров. Это нормально в Корее. Они постоянно куда-то едут всей страной. Так вот, благодаря этому дорожной инфраструктуре Корея может позавидовать практически любая другая страна, мне кажется. Превосходное качество дорожного покрытия, доступная, удобная информативность, или как это называют, знаки вот эти вот, электронные вывески, знаете, такие с информацией, типа, где пробка, где что, где куда. Головокружительные пейзажи, согласитесь, многочисленные зоны отдыха для автомобилистов. Все это превращает путешествие в увлекательное, безумно приятное приключение. Чтобы не быть голословной, я разберу все по порядку. Что из себя представляет автобан вообще по-корейски? Вследствие того, что корейский полуостров, ну, он практически на 80% состоит из гор, сопок, да, корейский автобан – это сплошные туннели и мосты. Не повезло им в этом плане, это вам, знаете, не в чистом поле дорогу проложить. Технология укладки дорог в нашем понимании, да, вот выровнял, раскатал, залил, ну, на 180 градусов отличается от технологии местной. Здесь даже на тех немногочисленных участках дороги, где можно было бы, по идее, обойтись без моста или туннеля, все равно строят мост. Я не сильна в этом вопросе, с технической точки зрения, но в Корее вы не увидите автобан, так сказать, лежащий на одной поверхности с обочиной. Это всегда высокая подушка, некая железобетонная монолитная конструкция, да, основа вот эта вот, покрытая асфальтом. Обочина вот дороги, она всегда будет где-то внизу, вы не сможете остановиться, например, выйти покурить где-то на обочине, как это принято в России или в Казахстане. Вот здесь за ограждением всегда идет обрывчик такой вот, либо большой, либо небольшой. Даже если рядом гора, все равно она будет за небольшим таким обрывом. Объяснила, короче, как блондинка, но надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Поэтому и дорожных ям, вот в нашем понимании, на корейских автострадах вы никогда не увидите. Максимум может износиться верхний слой вот этот вот асфальта, его обновляют периодически. Бетонная же сама вот эта основа позволяет сохранять корейские дороги безопасными, комфортными на долгие-долгие десятилетия. Ну, что касается доступных и недоступных участков местности, недоступных в Корее нет практически. Страна как паутиной переплетена вот этими качественными дорогами, да, хорошими. В любую тьму таракань вы доберетесь без проблем. Вы наверняка возразите, типа, да где там тьма-таракань на этой маленькой территории, да, с корейской-то плотностью населения. Но поверьте, плотность это плотная только в больших городах и мегаполисах. Полчаса от города и таки, да, начинается тьма-таракань. Бесконечные горы, рисовые поля и редкие, одинокие домишки вот этих фермеров и земледельцев. Что касается оплаты за дороги, то все вот эти вот скоростные автострады, они, конечно же, платные. Но до любой точки назначения вы можете добраться и по бесплатным дорогам. Единственное, это по времени у вас займет дольше и сэкономив какие-то копейки там за скоростную дорогу, вы потеряете эти же деньги на бензине, так сказать, да, когда будете там у каждого светофора останавливаться. Так что корейцы, конечно, все пользуются вот этими платными автострадами. Оплата производится в зависимости от расстояния, которое вы проехали, либо автоматически, это есть такие карты хайпэйс, которые встраиваются в машину, и вы просто проезжаете не останавливаясь. Либо, если вы редко куда-то путешествуете, ездите, да, по скоростным дорогам, то вы просто берете карточку и потом при въезде на хайвэй вы берете карточку, а при выезде с него вы эту карточку отдаете работнику и расплачиваетесь либо наличкой, либо можно кредитной карточкой также рассчитаться. Но для этого вам нужно будет остановиться. А если у вас система хайпэйс, то вы просто должны, по идее, притормаживать там немножко, но корейцы никто не притормаживает, они как неслись, так и несутся там сквозь эти терминалы оплаты. И что касается скоростного режима на автобанах, везде по-разному, конечно, на каждом участке свои ограничения, стоят знаки, и навигация ваша, да, вас всегда предупреждают примерно за километр, она начинает вас предупреждать, что скоро будет камера, сбавьте скорость. И да, корейцы обожают быструю езду, ничуть не меньше, чем русские, да. Они сбавляют скорость тупо только под этой камерой. Только они камеру проезжают, педаль в пол, и они выжимают все, что можно выжать из своего автомобиля. Они очень любят погонять на хайвеях, и, в общем, они, большинство, этим и занимаются. Даже если вот я еду, да, я тоже люблю быстро ехать, там, если я еду на 140, там, 150, меня постоянно всегда все обгоняют, хотя ограничение там может 120 стоять. Поэтому, как-то так. Вы, наверное, уже успели обратить внимание на то, что на корейском хайвэй от встречной полосы вас всегда ограждает либо внушительный такой бетонный отбойник-забор, либо полоса с какими-то растениями, деревьями, и создается ощущение вот этой безопасности, когда вы не видите встречную полосу практически. Это очень комфортно. Вообще вся эта корейская инфраструктура, не только дорожная, напоминает мне конструктор лего, где каждая деталька, каждый миллиметр продуман, логичен и симпатичен. Забота о человеке в Корее пронизан каждый кусочек земли. Взять вот этот длинный туннель, внутри его обвешали разноцветными огоньками, чтобы водитель не уснул от скучных видов. И так во всем. В следующем видео я покажу, как выглядят пункты отдыха для водителей. Там вообще космос, не пропустите. Продолжение следует...